Рад приветствовать вас на своем канале Классическая поэзия и проза. Подписывайтесь, ставьте лайки. По мере возможности поддержите канал. С уважением, к вам ваш Павел Беседин. Очные ставки Прошла неделя с тех пор, как с Бероевой снят был первый допрос у следственного пристава. В течение всего этого времени ее никуда не вызывали. Она безвыходно сидела в своем секретном номере. Тоска, упорная и долгая, непрестанно гладала ее грудь своими тихоноющими захватами. У нее сжималось сердце при мысли о детях, о своем положении. Она менее думала даже. Со вспоминанием о них и совсем забыла его порою. Да и притом у нее все-таки еще миликала впереди смутная надежда на свободу. На полное оправдание себя при следствии и перед судом. Ведь есть же на свете правда. Старалась она уверить себя. И все ждала и ждала исхода. Но тянулись дни за днями. Тянулись долгие бессонные ночи. И на душе арестантки становилось все мрачнее и тяжелее. Надежда, мелькая уже гораздо реже, с каждым днем и с каждым часом слабела все больше. А с ней вместе слабели и силы Бероевы. Мрачная комната со своей суровой обстановкой, подпольными обитательницами, вечной сыростью и холодом по ночам. Отсутствие сколько-нибудь мыслящего лица человеческого, за исключением сонливой физиономии молечальника-сторожа. И неизвестность о дальнейшем ходе своего дела. Все это непрестанным гнетом своим ложилось на душу заключенницы. Давила на ее мозг такого рода впечатлениями, что она уже крайне близка была к умопомешательству. Блуждающие глаза, потерянный вид, нервно-боязливые движения являлись признаками, обличающими начало болезненной мании. Которой так располагает постоянное одиночное заключение. В течение этой недели, казалось, все забыли о ее существовании, кроме сторожа, приносившего ей утром обед до воду, а вечером вонючий ночник. Грязная копоть этого ночника мутила обоняние и першила в горле. Клопы и черви беспредстанно ползали по ее платью, белью, о перемене которого никто не заботился. Так как при съезжих домах арестанты по большей части содержатся в собственном костюме. Причем неоднократно бывают случаи, что женщины в секретных остаются в одном и том же белье без перемены. По 3-4 месяца, если даже и не больше. Это белье истлевает до такой степени, что, порождая миазмы, в конец расползается на теле. Затклый воздух, насыщенный нежилой сыростью и отсутствие движения в трех-четырехоршинном пространстве, успели уже наложить свое болезненное клеймо на организм заключенной. Грудь ее поддалась внутрь, плечи слегка ввалились, все черты ее красивого лица осупились, во всем теле появилась какая-то вялость. Глаза поблекли и украсилась вокруг буроватую синевую, загораясь блеском только во время ночных пароксизмов нервной лихорадки, которую под влиянием условий своего заключения начинала уже страдать арестантка. Еще две-три недели такого существования, и в исходе для Бероевой представлялась бы только больница для умалишенных с последним путешествием в болото какого-нибудь из петербургских кладбищ. Но смутная надежда на доброе окончание дела все еще тлела в ней слабеющей искоркой. Каждое утро она начинала ожидание, что сейчас раскроется дверь и ее поведут в следственную камеру, где она улечит своих противников. Во всех их гнусных замыслах испутанной интриги против нее. В интриге затаенные нити, которые, однако, до сих пор еще оставались для нее темнейшей загадкой. И, наконец, она дожидалась. Одурманенная струей свежего воздуха, которым пахнула на нее из надворного коридора, вышла она вместе с вооруженным солдатом в следственную камеру, шатаясь и еле различая затуманенным взором группы каких-то посторонних лиц, как будто несколько знакомых, но каких именно, Бероева не успела ясно разглядеть и составить себе о них какое-либо представление. Она с трудом переводила дыхание. Казалось очень слабою, боленою. Так что следователь предложил ей сесть и оправиться. Он был очень угрюм, с оттенком крепко озабоченной мысли в лице, как бы говоривший, что обстоятельства следствия становятся очень темны и запутаны. Первые знаки участия его к арестантке подействовали на нее несколько ободряющим образом. Но затем вид этой угрюмой, досадливой озабоченности, снова мучительной, ноющей болью, оледенил и сжал ее сердце. Оно забилось тоской ожидания. Вам надо дать теперь очную ставку с госпожою фон Шпильце и другими лицами. Обратился к ней следственный пристав. Вы должны уличить их и подтвердить справедливость ваших показаний. Бероева тихо взглянула на него взглядом безмолвной благодарности. Эти слова зажгли в ней надежду и убеждение, что ее правота восторжествует. Но от ее последнего взгляда брови следователя, казалось, еще больше нахмурились. «Госпожа фон Шпильце, потрудитесь войти в эту комнату!» Возвысил он голос. И на пороге появилась блистательная генеральша в дорогой шале, сверкающими кольцами на коротких пальцах. За нею в обычном почтительном согбении кошачьей поступью пробирался поликарп Тахарлампович Хлебонасыщенский. «Я не какая-нибудь резкая!» С гордостью начала Амалия Потаповна своим несколько крикливым акцентом. К следователю в особенности я благородная дама, сударь. «Я известная, барон Фоль Шипцех. Генерал Пупков, сенатор Пшиццев. Я знакома со всеми князьями, графы. Я до шеф-жандарма пойду. Меня нельзя оскорблять. Я сама генеральша». «Да вас никто не оскорблял». Попытался прервать ее следователь, но генеральша не унималась. «Нет, оскорбиль. Ви оскорбиль. Возвысила она голос. Меня до полиции призывают. На одна доска со всякий мошенник ставят. Я благородный генеральша. Я ничего не знаю. Я буду жаловаться. Граф Акстенков. Сенатор. Это вы можете. А теперь успокойтесь. У меня мало времени. Вы приезжали на мою квартиру. Могли приезжать, а не меня звать. Ну, благодаря вам и то целую неделю тянули. Ведь вы на третью только повестку отозвались. У меня, повторяю, времени нет». Возвысил голос. И тот в свою очередь. Следователь. Генеральша, получив отпор, поугомонилась и погрозив еще раз, но уже как бы про себя и притом в полголоса «О, я буду жаловаться», затихла и приняла вид недоступного достоинства. На очной ставке с Бероевой генеральша фон Шпильца показала, что даже и не знала о ее существовании до того времени, как однажды женщина по имени Александра звания и фамилии не упомнит, лет пять тому назад, проживавшая у нее в услужении и по отходе от места изредка посещавшая ее генеральшу, явилась к ней в прошлом году и стала рассказывать о том, что она, Александра, узнала про бедственное положение некой Бероевой, ищущей продать свои бриллианты и предложила генеральше сделать эту покупку, причем сообщила и адрес Бероевой. Горничная обвиняемой солдатская дочь Аграфена Степановна повторила при этом свое показание о том, как и где она познакомилась с Зеленьковым и как встретила однажды у него на квартире женщину Александру, которую он называл своей теткой и которую она после случайного разговора с нею, а Бероевой нигде и никогда больше с тобой вечера не видела. Показание ее невольным образом, конечно, во многом не разнилось теми обстоятельствами, что передавала теперь генеральшу фон Шпирц. Зеленьков повторил, что с теткой своей Александрой, в показаниях он вымышленно назвал ее Ивановной, виделся вообще очень и очень редко, но что в то время он имел намерение жениться на девице Аграфене Степановой и, встретив как-то на улице свою тетку, пригласил к себе, как единственную свою родственницу, чтобы она посмотрела его невесту и дала ему необходимые советы. Далее показал он, что после этого вечера тетка заходила к нему один только раз, и то ненадолго, причем объявила, что пришла проститься так, как она нашла себе место в отъезд за границу. Куда именно? Не сказывала, но обещала писать. Однако же писем до сих пор не присылала еще. Называла так же и фамилию Господ, на которую он мало тогда обратил внимания и теперь за давностью времени позабыл совершенно. Справки о местопребывании Александры Ивановны, которая еще раньше, основываясь на показаниях Зеленькова, наводил следователь в канцелярии, генерал-губернатора не привели ни к каким результатам, так как по спискам оказалось несколько Александр Ивановых, проживающих с господами за границей. В эту минуту Поликарт Харлампович внутренно торжествовал при виде плодов своего разностороннего и предусмотрительного гения. Келейные уроки на ущение его, которые за исключением девушки-груши давал он вместе с деньгами, всем прикосновенным к делу лицам не пропали даром. Цель совокупных покаяний их развивалась вполне стойно и согласно с планом заранее им предначертанным. Вслед за переспросом горничной Аграфены из Зеленькова Амалия Потапова на фон Шпильца в своих доводах продолжала показывать, что, имея свободные деньги и страсть к хорошим вещам, надеялась она в то же самое время сделать доброе дело – оказать христианскую помощь нуждающейся, и поэтому поехала по сообщенному ей адресу. Бриллианты ей понравились, и она пригласила госпожу Бероеву приехать к себе на другой день для окончательной сделки. Когда госпожа Бероева явилась по приглашению, то минут пять спустя с ней сделался болезненный припадок, кончившийся продолжительным обмороком, причина которого ей, генеральше, неизвестна. Она распорядилась тотчас же послать за своим домашним врачом, господином Кацелем, который тщетно старался привести в чувство больную и, не успев в этом, должен был увести ее в бесчувственном состоянии на ее квартиру в карете, одолженной генеральшею. Бриллианты по этому случаю остались некупленными и находились при продавщице. Был ли в то время у генеральшей фон Шпильца князь Владимир Шадурский? Она за давностью времени не помнит, но кажется, что не было его. Где находится в настоящее время проживавшая у нее женщина Александра, ей неизвестно, ибо с того самого времени она о ней не имеет никаких известий. Само Бероеву генеральше не знает и о том, кто она, равно как и об образе ее жизни, сведений никаких сообщить не может. Амалия Потаповна говорила все это с такой твердостью, непоколебимым убеждением, что казалось, будто сама истина глаголит ее устами. На все доводы и возражения Бероевой она только пожимала плечами, да улыбалась той убийственной иронии, которая показывает, что предмет, вызывающий эту улыбку, снизу вверх до того же стоит неизмеримо ниже нас, что в отношении его нет места человеческому слову, а существует одна лишь выразительная гримаса. Вслед за генеральшей выступила к столу следственного пристава маленькая черненькая фигурка в черном фраке в золотых очках. Это был доктор Кацель, который объяснил, что, будучи призван генеральшей фон Шпильц, нашел у нее в обмороке неизвестную женщину, в которой ныне узнает подсудимую арестантку, подал ей необходимое медицинское пособие и потом пользовал больную уже у нее на дому в течение пяти или шести дней. Симптомов своей болезни она ему не могла объяснить, равно как не мог он от нее добиться и сведений о предварительных причинах. Полагает же по тем признакам, какими сопровождался припадок, что это было когнистивное состояние мозга вследствие обморока. Признаков беременности усмотрено им не было в течение того недолгого времени, пока пациентка пользовалась его искусством. «Но у меня есть факты, есть доказательства», – воскликнула наконец вне себя арестантка, побиваемая на каждом шагу гранитною наглостью доктора и генеральши. «Пусть акушерка подтвердит все, пусть подтвердит, что я рассказывала вам, у нее ребенок мой». Вошла акушерка, и за нею служанка ее Рахиль. Бероева с мольбой и надеждою кинулась им навстречу. «Бога ради», – проговорила она, едва удерживая рыдание. «Бога ради, спасите меня, вы одни только можете. Докажите им». Но две вышедшие особы, с недоумением отстранясь от ее порыва, глядели на нее сухим и холодным взглядом, как бы совсем не понимая, что это за женщина и о чем она говорит. «Какой я вам спаситель? Я вас и знать-то не знаю, кто вы такая, и вижу-то вас в первый раз», – заговорила акушерка, бойко, смотря глазами Бероеву. «Как в первый, боже мой? Да где же это я? А ребенок мой? Никакого ребенка я от вас не принимала и не понимаю даже, о чем это разговор идет ваш». «Я по своему ремеслу занимаюсь», – продолжала она тоном оскорбленного достоинства. «И никогда в таких конфузах не стояла, чтобы по полиции меня таскать, да небывалые дела наклепывать. Я человек сторонний, и дела мне до вас, и дела до вас никакого нет, потому как я, господин пристав, никогда и не знала их», – обратилась она в рассудительно заискивающем тоник следователю, для большей убедительности жестикулируя руками. «И тепереча из-за такой, можно сказать, морали на много практики своей должна решиться, а у меня, господин пристав, практика все больше по хорошим домам». У поковницы Ивановы тоже завсегда я принимаю. Так это довольно бессовестно со стороны этой госпожи, энергично указывая на бюроеву порочить таким манером порядочную женщину. Подсудимая собрала весь запас своих сил, твердости. Она решилась бороться, пока ее хватит на это. «Ребенок окрещен церкви Вознесения. Вы сами мне это говорили. Назван Михаилом. Наконец он у вас и теперь находится. Я знаю это. И сотни детей узнаю», – говорила она, энергично подступая к акушерке. Это состроило притворно-смиренную рожу, явно желая издеваться над своей противницей. «Во-первых, я вам ничего и никогда не говорила, потому Господь избавил от чести знать вашу милость», – дала на отпоры. «Во-вторых, никакого ребенка у меня нет и не было. Господин Пристав, на этот счет даже обыск внезапный у меня делали и ничего не нашлись. А что у Вознесения, точно, крестить мне много доводилось. Так это сущая правда. На то я и бабушка. А вы уж, если так сильно желаете запутать меня в свои хорошие дела, не знаю только для чего, так вы потрудитесь назвать господину Приставу крестного отца. Господин Пристав могут тогда по церковным книгам справку навести. Там ведь ваше имя должно быть записано. Ну, опять же, и крестного свидетели поставьте. Пускай влечит меня, ежели я в чем причастна». Бероева тяжко вздохнула, опустила голову. Она не помнила в точности числа и дня, в которые окрестили младенца. Не знала также, что его крестные отец и мать, потому что в это время предоставила это дело исключительно на волю Акушерки. И, наконец, сама же просила ее скрыть от священника свое настоящее имя, фамилию, под каким-нибудь другим вымышленным, что Акушерка исполнила в видах сохранения полнейшего инкогнито родительницы. «Ну-с, матушка, говорите». «Доказывайте на меня», – приступила она меж тем к Бероевой. «Вот я вся, как есть перед вами. Что же вы не уличаете? Видно, что нечем». «Да-с, матушка, я не даром к святой присяге ходила теперь из-за вас. Я как перед Господом Богом моим, так и перед начальством нашим, господином приставом против совести не покажу. Я человек чистый, и дела мои все, и сердце мое на чистоту перед всеми, а я развращения не терплю и нравом таким не потворщится. Это уж вы, матушка, других поищите, а меня при моей амбиции покорнейше прошу оставить». Бероеву одолел внутренний ужас от этого наглого цинизма лыжи бессовестности. Она почти в полном изнеможении опустилась на стул и долго сидела, закрыв помертвелое лицо обеими руками. Рахиль вполне подтвердила показания акушерки, объяснив, что личность Бероевой вполне ей неизвестна и видит ее она только впервые перед следственным приставом, что при ней Бероева никогда не приходила в квартиру, ни за советами, ни для разрешения от бремени, и что, наконец, никакого ребенка она к ним не приносила и на воспитание не отдавала. Эти два показания являлись самым сильным аргументом против Бероевов. Потому что, обвиняя фон Шпильца, Кацца и Шадурского, она в защиту себя, в подтверждение истины своих слов приводила свидетельство акушерки и ее прислуги. То и другое оказалось против нее. Значит, все шансы на добрый исход дела с этой минуты уже были проиграны. Теперь оставалось дать ей еще одну и уже последнюю очную ставку. «Карету привели, ваше проголодие», возгласил приставу дежурный солдат, вытянувшись в дверях камеры. «Не угодно ли вам одеться?» предложил вслед за этим следователь, обращаясь к арестантке. Поликапт Харлампевич поднялся со стула, посеменил да повертелся на месте, как бы отыскивая или припоминая что-то. Обдернул борты синего фрака и раз за два кашлянув в руку, улизнул из комнаты. Через минуту шибко задребезжали по мостовой колеса его докторских дрожек. Пара рыженьких шведок, быстрее обыкновенного, задобрила копытами, направляясь к дому его сиятельства князя Шадурского. Вскоре после него отъезда, отчасти и наемная карета, в которой поместились Бероева следователем и его письмоводитель со стряпщим, да на козлах дежурный городовой во всей форменной амуниции. Бероева, накинув на лицо густую вуаль, всю дорогу старалась прятаться в угол кареты, чтобы не обращать на себя мимолетного внимания встречных людей. Ей не хотелось в присутствии двух свидетелей расспрашивать пристава, куда и зачем везут ее. Она и сама догадывалась о цели этой поездки. Карета въехала во двор богатого барского дома, предназначенного не для отдачи в наем поджрецов, но для широкого жития на большую ногу одного только аристократического семейства, и остановилась у маленького непарадного подъезда в одном из уголков образцовой чистого двора, куда указал извозчику ливрейный лакей в красном камзоле и коричневых штиблетах. Подымаясь по узенькой витой мраморной лестнице, Бероева сообразила, что ей, по-видимому, предстоит свидание с самим Шадурским в его собственной отдельной квартире. Это посещение по заранее данному распоряжению Хлебонасыщенского было обставлено всею возможную клеенностью, чтобы не подать о нем ни малейшей догадки случайным посторонним лицам, которые, пожалуй, могли бы еще перетолковать его как-нибудь не в пользу обитателей барского дома. Потому этих обитателей неприятно коробило при одной уже мысли, что дома их будет посещен полицией. И что с этой самой полицией придется формальное дело иметь. Сердце Бероева медленно, но упруго колотилось в груди судорожным захватом дыхания. При мысли, что через минуту она станет с глазу на глаз человеком, который был первым и наиболее тяжким виновником всех ее несчастий, разрушивших ее тихий семейный очаг, ее мир душевный, и которого она ненавидела всеми силами своей души. Презирала так, как только может презирать кровно оскорбленная честная женщина. Что-то будет. Как-то встретимся. Чем-то кончится это свидание. Смутно думала она, с трудом подымаясь на лестницу. Потому что ноги не слушались ее и, дрожа, подкашивались на каждой ступени. Городовой остался в прихожей. А Поликарт Харлампевич вместе с княгиней Татьяной Львовной встретили прибывших в гостиной молодого князя. Хлебонасыщенский был официально серьезен и высшей степени спокоен. Княгиня бледна и сильно взволнована. Скользнув беглым и холодным взглядом по привезенной арестантке, она с поклоном, полным аристократического достоинства, любезности, обратилась к следователю. Бога ради. Будьте с ним как можно осторожнее. Он так нервозен. Эта сцена произведет на него сильное впечатление. Доктор сейчас уехал и говорит, что опасность еще не миновала и может возвратиться во имя неба. Я умоляю вас. И при этих словах княгиня с окрушенным видом великой материнской горести не без грации поднесла батистовый платок своим когда-то прекрасным глазам. Будьте покойны, сударыня. Коротко и сухо поклонился следователь в ответ на ее материнскую тираду. Поликарт Харлампович с величайшей осторожностью, будто в присутствии тяжко больного, на цыпочках пробрался за дверь смежной комнаты. Приготовьтесь. Приехали, шепнул он Шадурскому. Да смотрите же, говорите так, как я вас учил. А иначе все дело пропало. И вам не миновать уголовной палаты. Слышите? Князь Владимир в ответ ему скорчил очень кислую гримасу и, махнув рукой, принял вид и положение тяжко больного. Пожалуйте, господа. А вы, матушка, ваше сиятельство, уедите. Удалитесь отсюда. В полголоса проговорил Хлебонасыщенский. Высунувшись из-за двери ведущей спальню молодого князя. Господин Хлебонасыщенский, очный свод этой слишком важен для того, чтобы при нем мог присутствовать кто-либо посторонний. Обратился к нему следователь, не переступая еще порога княжеской опочивальни. Потрудитесь выйти из комнаты его сиятельства и не входить туда, пока мы не кончим. Княгиня, стоявшая позади всех, слегка побледнела при этом. Но Хлебонасыщенский наружно остался невозмутим. Если так угодно вам, господин пристав, ответил он с ударением, с вежливой почтительностью, сгибая свой корпус, то я могу исполнить ваше желание. Позвольте сообщить вам, что его сиятельство слишком еще слаб. С ним делаются беспрестанные обмороки. Неравно еще случится что-нибудь, нужны ежеминутный присмотр, бдительность. А это свидание. Того и гляди. Не пройдет даром для его здоровья. По крайней мере, убеждению доктора. Члены прибывшей комиссии переглянулись между собою. Я бы попросил ее сиятельства, княгиню, присутствовать при этом. Продолжал Хлебонасыщенский, сомнительно пожав плечами. Но княгиня и без того уже так расстроена. Ее печаль, ее слезы, все это еще более подействует на нашего больного. При том же не думаю, чтобы мое присутствие в качестве домашнего человека, присматривающего за болящим, могло принесть какой-нибудь ущерб для дела. Я ведь не позволю себе вмешиваться в него ни единым словом. Можно послать на это время кого-нибудь из людей. Хотя коммердинера, что ли, заметил следователь. Хлебонасыщенский в своей улыбке, соединенной с пожатием плеч, выразил и некоторое оскорбление и собственное достоинство. Мне кажется, господин пристав, я не давал вам поводов к подобному оскорбительному недоверию. Сухо заметил он. Впрочем, если опять-таки вам так угодно, то, конечно. Нет, Бога ради. Я ни на кого не полагаюсь, кроме его. С некоторой стремительностью воскликнула княгиня, обращаясь к следователю. Сын мой привык к нему с детства. Он, как родной, ухаживает за ним во все время этой болезни. Бога ради. Я умоляю вас, если только возможно. И княгиня опять приложила платок к своим ресницам. Пристав снова переглянулся со стряпчем. Этот последний незаметно махнул рукою и тихо проговорил. Пускай его. Вреда ведь особо не будет. В дело не позволим вмешаться. Итак, пожалуйте, господа. А вы, ваше сиятельство, все-таки удалитесь лучше отсюда. Коли это случится, я уж прибегу. Уведомлю, говорил Поликард Пхарлампевич, вводя прибывших в княжескую спальню. В этой спальне пахло уксусом и отсвечивало синеватым полумраком, который значительно скрадывал оттенки цвета и выражений лиц присутствующих. Предусмотрительный хлебонасыщенский до приезда пристава предупредил княгиню. Сам опустил оконные шторы, гордины и приказал, будто бы для освежения воздуха, а курить всю комнату уксусом. Для чего собственноручно даже поливал его на раскаленные плитки, направляя с ним лакея в разные углы княжеской опочивальни. Словом, вся обстановка соответствовала как нельзя более положению труднобольного человека. Письмоводитель поместился с походной своей чернильницею, портфелем у туалетного столика, а хлебонасыщенский стал в ногах у князя, за спинами следователя, стряпчиво и обвиненным, чтобы удобнее, в случае надобности, телеграфировать с ним глазами и маленькими жестами. Князь приподнялся на подушке, причем сделал вид, будто это ему стоило тяжелого усилия. Он избегал частых встреч со взорами следователя и в особенности с Бероевой, говорил тихо, медленно, с частыми и тяжелыми переводами духа. Так что хлебонасыщенский в глубине души своей весьма умилился при виде этой удачно выполняемой роли. Бероева почти уже не имела сил сама продолжать доводы, улики. Она была слишком растерзана, пришиблена нравственно. В одно это утро рядом предшествующих очных ставок. Шадорский казался очень взволнованным, голос его дрожал и порою совсем прерывался, причем хлебонасыщенский каждый раз очень заботливо обращался к нему с успокоительными замечаниями. Не волнуйтесь, князь, вам это вредно. Конечно, такое страшное воспоминание, но выпейте воды, успокойтесь. И князь прихлебывал глотками воду из стакана и на время принимал вид более спокойный. Положение его в самом деле было трудное, щекотливое, потому что совесть немножко скребла за сердце при виде женщины, которую он топит ради спасения собственной репутации. Но князь утешался почему-то мыслью, что хлебонасыщенский, вероятно, и ей не даст совсем уж погибнуть, что тут, как говорится, и волки будут сыты, и овцы целы. А потому на очной ставке его сиятельство собственно устно подтвердил, что обвинение, будто он был у генеральши фон Шпильце одновременно с Бероевой, ложь, что никогда и ни в какие отношения с Бероевой он не вступал и намерений к этому не высказывал, что видел ее не более двух раз. Впервые на вечере у Шиншеева, где был даже представлен ей, но знакомство не продолжал, находя его для себя излишним. Во второй же раз в ресторане во время внезапного покушения на его жизнь, когда он выразил сомнение в принадлежности ему какого-то неизвестного ребенка и теперь со своей стороны полагает, что эта женщина сумасшедшая. Почему, вероятно, и покушение было совершено ею в припадке умопомешательства? О жизни, занятиях и поведении Бероевой князь никаких сведений по совершенному незнанию сообщить не может и в маскараде ее не узнал. Поехал же с нею ужинать потому, что, получив предварительно вызывающее анонимное письмо, находящееся ныне при деле, счел ее за обыкновенную искательницу приключений. Таков был смысл этих показаний, после которых все присутствующие невольно нашли князя сильно усталым и взволнованным. Он в изнеможении опустился на подушку и даже застонал немного. Хлебонасыщенский с материнской заботливостью бросился подавать ему воды и запахивать одеяло. Бероева ничего не отвечала. Но только посмотрела на князя взглядом столь тихим, пристальным, неотразимым, как суровая совесть, как последний приговор преступнику, что мнимо больного заправдываешь, бросила в жар и озноб. Он не мог вынести этих безмолвно карающих глаз опозоренной женщины и поспешил сомкнуть свои веки. Минут восемь спустя, когда снова пришедший в себя князь с великим усилием подписал свои показания и очный свод, наемная карета с пятью посетителями ехала уже обратно в часть из княжеского дома. Забота княгини о судьбе Бероевой и ее благочестивые побуждения. Княгиня пошла навстречу Хлебонасыщенскому. «Радуйтесь, матушка! Ваше сиятельство, радуйтесь!» В припрыжку возвестил он ей, потирая ладони. «Теперь уже делу конец! И Богу слава! Чисто вышло! Чистенько! Больше уж не будут тревожить их сиятельство! И, значит, это через недельку они могут благополучно отправиться за границу для поправления здоровья своем!» «Тактос, матушка! Тактос!» Поликарт Хлебонасыщенский уладил. «В тех экстренных случаях, когда княжеское семейство ощущало настоятельную нужду великом юристе и практике, поликарт Харлампевич, чувствуя силу свою, что без него, значит, ничего не поделаешь, всегда позволял себе на это время некоторую холуйственно-игривую фамильярность в разговоре и обращении с Шадурскими. Но все-таки эта фамильярность не превышала пределов известной почтительности. Словом, это была фамильярность молодого пуделька, которого ласкают за, а, впрочем, и поколотить могут. И пуделек про себя очень хорошо это понимает и чувствует. «Скажите, пожалуйста, кто эта несчастная женщина?» Осведомилась княгиня, почувствовав сострадание к Беруевой. «А ничего! Как есть ничего!» С наглой ухмылкой мотнул головой Хлебонасыщенский. «Бедная! Мне очень жаль ее!» Продолжала соболезновать княгиня. «Она так несчастна!» «Горе у нее столько в лице!» «Ничего, пройдет! Кто горя не пытал, тот жизнью не жевал!» Сказал один стихотворец. «Скажите, что же с ней теперь сделают?» «На конную повезут!» «Куда?» С удивлением переспросила княгиня, не знавшего это выражение. «На конную площадь Рождественской части второго квартала, где их брата обыкновенно публичному позору предают», — пояснил великий юрист, которого все еще не покидалось светлое настроение духа по поводу удачного окончания малоприятной истории. Слабонервную княгиню не шутя покоробила от этого объяснения, какое предстояло Бероевой. «Нет, это уж слишком!» — быстро воскликнула она. «Волнение, поднявшись с кресла! Это наказание ведь все-таки будет связано с нашим именем! Я не хочу этого!» «Положительно не хочу!» «Да и для нее тоже слишком жестоко!» «Она и без того наказана!» «Хе-хе-хе-хе!» «Сострадательное сердце иметь изволите, матушка!» И хлебонасыщенский при сей оказии отправил в обе ноздри добрую понюшку душистого табаку, слегка отвернувшись бочком от княгини. «А вы не тревожьтесь себя напрасно!» — продолжал он, отряхивая пальцы. «Мы ее сумасшедшую сделаем!» «Как сумасшедшую?» «Пуще прежнего изменилась княгиня!» «А так-с, как обыкновенно бывают сумасшедшие!» «Я не понимаю вас, мой милый!» «Хе-хе-хе!» «Она точно что?» «Хитрая штука, ваше сиятельство!» «Ну, да ведь на том мозге у человека!» «Я уж эту удочку-то успел закинуть в показаниях его сиятельства, князя Владимира Дмитриевича!» «Внушил, то есть, что покушение и все это прочее, так сказать, сделано в потемнении рассудка, что Бероева, значит, сумасшедшая и оттого понапрасну оговаривает себя и других в этой связи, и о ребенке каком-то. Это значит, ей все в мечтах представилось, а она за действительность принимает все. С таковым моим взглядом и медицинское показание доктора Кацеля отчасти согласуется. Княгиня слушала великого юриста с возрастающим изумлением и любопытством. «А если эта женщина в здравом рассудке?» – возразила она. «Ну, так что ж, что в здравом? Ну, и пущай ее на здоровье. Мы в этом ей не препятствуем. С Богом!» Так как же сумасшедшую ее после этого сделать? Ха-ха! А уж у нас на то мастера есть такие. Через освидетельствование обыкновенно это делается. Ну, и медики при всем случае тоже. Да это уж пустячное дело. Статья третьестепенная. И что ж потом с ней сделают? Обыкновенно что? Сумасшедший дом посадят. Лечить будут. Но это ужасно. Как бы про себя заметила княгиня. С одраганием нервно шевельнув плечами. «Ничего тут ужасного нету. Ваше сиятельство!» – невозмутимо возразил Хлебонасыщенский. Что ж такого? Там очень хорошо содержат. И при том даже очень благородные люди сидят. Гимнастикой развлекают их. Чтение, музыка и даже. Пища хорошая. И все такое в отменном виде содержится. А ежели супруг пожелает взять ее к себе обратно, то и в этом ему препятствия не окажутся. Можно будет устроить так. Это даже я нахожу прекрасный исход всему делу. Заключил Поликарп Харлампевич. Потому, иначе ее репутация сильно пострадала бы. Да и в ссылку еще отправили бы. Семейством навеки разлучили бы. А теперь это дело будет и для нас, и для нее безобидно. И закон утолен, и граждане помилованы. Так-то-с. На княгиню, однако, эта картина благоденствия в сумасшедшем доме мало произвела утешительного действия. Она сидела, погрузясь в серьезную задумчивость. Из рассказа Хлебонасыщенского и из признаний, вынужденных ей у сына, она знала почти вполне настоящую историю в том виде, как происходило дело в действительности и как извратили его наследствие. С настоящего же часа, после того, как сама увидела убитую горем Бероеву, ей стало жаль эту женщину. Голос совести мучительно заговорил в душе княгине, борясь с чувством страха за честь ее сына и ее фамилии. Ей сильно бы хотелось теперь сделать что-нибудь хорошее для Бероевой, чтобы облегчить ее дальнейшую судьбу и тем успокоить внутреннего человека, который с этой минуты стал сосать ее сердце. Хлебонасыщенский по-своему объяснил себе это тяжелое раздумье. «Вы, матушка, уж об их сиятельстве не извольте больше беспокоиться, говорю вам», – приступил он к новым утешениям. «Теперь, значит, делу этому дан самый правильный ход. А что, если их сиятельство и пошалили маленько, так ведь что же с этим делать? Молодость, кровь у них горячая, не уходились еще? С кем грех не случается? Быть молодцу не укор, – говорит пословица, – а конь о четырех ногах, да спотыкается. Кто Богу не грешен, лишь бы перед царем быть чистым, а Бог простит. По неже милосердию его не с конца. Неисчерпаемый кладезь учит нас премудрость». Поликарп Харлампевич, вспомнив свою семинарскую старину, заговорил, наконец, в любимейшем своем высоконазидательном тоне. Но и этот поучительный тон не произвел на княгиню желаемого действия, и потому опытный практик тотчас же сообразил, что время ему удалится, так как ее сиятельство не чувствует больше охоты предаваться с ним дальнейшим измышлениям и разговорам. Крякнув раза два в руку и по обыкновению обдернув свой фраг, он посеменил на месте и взялся за шляпу. «Позвольте пожелать полного успокоения», – проговорил он уже более почтительным официальным тоном. «А мне по раз. Надо тут еще кое-какие колеса подмазать. У бабки Голландки и у прочих». Поликарп Харлампевич откланялся и удалился. Вслед за ним поднялась и княгиня. Отдав приказание никого не принимать, она медленно и задумчиво прошла в свою комнату. Опустясь там в готическое кресло, обитое темно-зеленым бархатом, княгиня долгое время бессознательно как-то созерцала блуждающим взором дубовые резные стены этой маленькой молельни и ее темно-зеленые бархатные драпировки, отделанные золотой бахромой, кистями, византийное русском вкусе. Потом на удачу раскрыла богато переплетенное Евангелие и стала читать. Чтение это благотворно подействовало на впечатлительные нервы Татьяны Львовны. Так что она опустилась на колени и стала молиться перед Киотом, где теплилась день и ночь христианская неугасимая лампада перед рядами больших и малых образов, сверкавших золотыми ризами, яхонтом, рубином, алмазами и унизанных прошивными нитями старого жемчуга. У благочестивой владелицы этой маленькой молельни были соединены в одной и той же комнате самые разнообразные предметы христианского поклонения, древнефамильный тельник с мощами и тончайшие работы католического мраморной Мадонки, приобретенные ею в Риме, Неаполе, которые прихотливая фантазия княгини поместила обок с темными ликами старосуздальского православного письма в богатейших старинных окладах. Дорогие четки обвивались вокруг московской просфоры, а один из великолепных экземпляров французской Библии был украшен скромным херувимом и взасохшей лозой, которые хранились тут с прошлогодней вербной недели. Княгиня долго молилась и усердно клала поклоны. Вскоре глаза ее увлажнились слезами. Случайно напав сегодня на изречение о любви к врагам и прощении ненавидящих нас, она тепло молилась за Бероеву, за облегчение ее горя и судьбы. А еще более того молилась и благодарила за чудесное избавление от смерти ее сына и затем паче чудесное избавление его от пятна гражданского и уголовного позора. В голове княгини рядом со скорбными помыслами об арестантской женщине сияла теперь отрадная мысль. Наша фамильная честь спасена. Наше имя не запятнано. Молитва немного утешила и облегчила ее душу. Княгиня вместе с тем приняла твердое намерение облегчить и судьбу Бероевой, даже избавить ее от грядущей суровой развязки, даже помочь ей материально и нравственно по мере своих сил и возможностей. Как и когда и посредством чего долженствует произойти это облегчение, избавление и помощь, княгиня не могла еще вообразить и отчетливо представить себе, ни в деталях, ни даже в главных чертах, но только была твердо уверена, что все это воспоследует непременно и при том очень скоро. И такое убеждение, успокоив сосущего ее черевичка, более всего способствовало облегчению ее сердца и утешительному успокоению духа. Поднявшись с колен, она подошла к зеркалу, оправиться и поглядеться. Капли слез оставили грозноватые следы своих потеков на очень тонкой и дорогой штукатурке ее физиономии. Вследствие этого тача же ощущилась безотлагательная надобность благодетельной помощи белил и прочих молодящих косметик. Почему просветленная духом княгиня немедленно же и удалилась на весь уже нынешний день из своей уютной и располагающей к религиозному настроению молельни. Приезд Беруева. Егор Егорович Беруев еще в Москве, почти накануне своего отъезда в Петербург, прослышал темные, нескладные вести о каком-то романтическом убийстве, сделанном будто бы какой-то дамой в маскараде. Говорили, что эта дама имела продолжительную связь с каким-то аристократом и убила его из ревности и т.д. На этот мотив разыгрывались дальнейшие вариации в подобном же роде. На железной дороге за Чудовской уже станцией он снова и совершенно случайно наткнулся на тот же самый рассказ, только в форме более упрощенной и ближе подходящей к действительности. Во время трехминутной остановки на одной из станций промежуточных, когда еще спали все пассажиры в вагоне, Беруев услышал, что упоминали его фамилию, называя женщину, сделавшую убийство. Он поневоле оглянулся, говорили два гвардейских офицера, Драгун и Гусар. Один рассказывал другому, как новость, полученную им из письма об их общем знакомом князе Шадурском. «Кто же это Маска?» – спрашивал другой. «Какая-то Беруева, дама замужняя, говорят, удивительно хороша собою». Ну а муж-то что же? «Да его нет в Петербурге. Вероятно, раньше еще разошлись». Странное обстоятельство. Действительно, очень странное. Но страннее всего оно показалось невольно слушающему Егору Егоровичу, так как довольно громкий разговор этот происходил непосредственно за его спиной. Что-то острое, болезненно ударило его в сердце после этих случайно пойманных на лету фраз «Беруева». Очень хороша собою. Отсутствие мужа. Обстоятельства, довольно близкие, подходящие к нему и его жене. Притом же он знал, что есть на свете некто князь Шадурский, и что этот субъект был даже случайно как-то представлен Июле Николаевне на вечере у Шиншеева. Но связь любовная, убийство его жена и его жена, все это так не ладило между собою, представляя такие диаметрально противоположные понятия, что ему сделалось стыдно, больно и досадно на самого себя за эту возможность минутного сближения, которое пробежало его в голове. Странная случайность. Совпадение фамилии. Не более, подумал он и постарался рассеяться. Но какое-то летучее, беспокойное ощущение, нечто похожее на темное, неясное предчувствие время от времени врывалось непрошенным в его душу и начало копошиться в мозгу. Он тотчас же с негодованием старался отгонять его. Но чуть только поезд подошел к Дебаркеду Петербургской станции, им овладело какое-то нервное нетерпение. С лихорадочной поспешностью выпрыгнул он из вагона, торопливо схватил свой чемодан, проклиная медленность багажных приставников и уже не помня себя от мучительно жадного нетерпения, увидеть наконец свой угол, жену детей, приказал извозчику гнать что есть мочи в большую подъясину. Чем ближе подвигался он к этой улице, тем больше усиливалась его лихорадка и тревожное колочение сердца и ощущения, которым под конец уж он поддался безотчетно, будучи не в силах совладать с ними. Чуть не вывихнув ручку дверного звонка, переступив он порог своей квартиры и первое что представилось ему испуганно встревоженное растерянное лицо курносой девушке груши. Показалось ему вестником чего-то недоброго «Где жена? Что дети?» – спросил он голосом, который вдруг как-то застрял у него в горле. Груша, показалось ему, очень смутилась и неопределенно ответила «Там», мотнув головой на внутренние покои. Стремительно бросился он в комнату, пусто, он в детскую. Двое детей с радостным криком повисли у него на шее. Тут только после первой ошеломляющей минуты свидания заметил он, что глаза детей заплаканы и даже красновато припухли от продолжительных слез. А личики осунулись и побледнели как-то. Жарко обнимая детей и ничего еще не успев различить, кроме них, в этой комнате Бероев, однако, чувствовал, что в ней никого больше нет. И мгновенно, желая удостовериться, точно ли это так, не обманули его глаза, окинул зором всю детскую. Но видит опять-таки, нет жены. Мучительная тревога усилилась. «А где же мама?» – пытливо обратился он к обоим. Дети горько, не по-детски как-то заплакали. «Что с вами, детки? О чем вы? Чего вы плачете? Мамы нет». Едва смогли они ответить, схлипывая от обильно подступивших рыданий. «Как нет? Да где же она?» «Не знаю». У него опустились руки и помутилась в глазах. «Боже мой!» «Да неужели ж это правда?» – подумалось ему. В дверях появилась и стала во тупелой нерешительности смущенная и бледная груша. На добродушных глазах ее тоже виднелись капли. «А графена, что все это значит?» Та и совсем уж расплакалась. Дети, увидя это, пуще ударились в слезы и обхватили руки и колени отца. «Где Юлия Николаевна? Ну, что же ты молчишь? Отвечай же мне! Бога ради! Не мучьте вы меня!» «Да как и сказать? Не знаю. Нет их? Ушла она куда, что ли? Давно ее нет? Больше недели уж!» «Так где же она? Говорила вам что-нибудь? Как уезжала отсюда? Ничего не сказали. А только в часу девятом вечера стали одеваться. Я им платье черное шелковое достала, мантилию тоже. Она, пока детей спать уложила, и приказали ждать к часу ночи. Только не вернулись они. На третий день дворник объявку в часть подал. А в части сказали, что барыня не пропали, а что там уже знают, где они находятся. А как и что? Про то мы не известны. Меня тоже звали в часть. Спрашивали. Только все посторонние. А про дело их не ничего не спросили. И не сказали мне. Этими словами для Бероева уже все было сказано. Голову его словно какой раскаленный обруч железный охватил кругом и сжимал своими жгучими тисками. Значит, правда. Значит, все это так. Все это было. Колени его сами собой подогнулись, как у приговоренного к смерти, когда палач взводит его на ступеньку эшифота. И он в каком-то бессмысленном, тупом оцепенении опустился на детскую кроватку, ничего не чувствуя и ничего больше не видя пред собою. Испуганные и затихшие дети со страхом, недоумением глядели на него во все глаза, прижавшись в стороне друг к друге, не понимая, что это значит, что стало вдруг с их отцом. А он меж тем сидел неподвижно, ни на что не глядя, ничего не замечая, наконец, словно бы проснувшись, после тяжелого сна, с усилием провел по лицу рукою, осмотрелся и, весь разбитый, пошел вон из дома, не сказав никому ни слова.